Сегодня ветер перемен, и дай Бог, чтобы перемены, которые будут в вашей жизни, были удачными, и ветер был попутный. Конечно, любой праздник, как еще повелось Петра Алексеевича, одного из первых бомбардиров, он осваивал науку артиллерии в Москве при помощи орудий, которые были заряжены брюквой. Именно с тех пор он узнавал и познавал, вам повезло, не надо ни брюквой, ни морковкой заряжать орудиям, а своими знаниями. Но традиция есть традиция, и фейермер должен состояться сегодня. У пятерых смелых, кто не побоится сейчас подняться на нашу сцену, есть возможность произвести выстрелы по случаю выпуска военмеха 2019 года. Я думал, что смелых будет больше, а что нету парней смелых. Скажите, вы знаете, как этим пользоваться? А уже прочитали? Получится? Подождите, еще рано. Да, да, должен быть инструктаж, совершенно верно. Пока можно опустить. Дело все в том, что как только это здание было построено, а оно ведь имеет очень большую историю, это же не только военмех, это же здание, которое... Зайдите в интернет, почитайте, кто еще не зашел, не узнал историю своего учебного заведения. Все, кто попадал сюда, они волей-неволей с первого дня своего обучения встают на службу нашему Отечеству. И сейчас, уже по сложившейся традиции, прозвучит песня «Служить России» суждено тебе и мне. Если вы с этими словами согласны, то вы присоединитесь к строю солистов аксамбля «Песни и пляски» Западного военного округа. Если вы с этим не согласны, то вы останетесь в зале. Посмотрим. Выпуск 2019. Готов ли служить России? А вы стрелите, когда я вам дам знать. Хорошо? Встречайте аплодисменты специалистов ансамбля «Песни и пляски» Западного военного округа. Сейчас нас получат фонограммы. И если вы готовы служить России с дипломом Балтийского государственного технического университета «Военмех», ну вот хоть один женский голос из зала – это радует. Имени Петферча Устинова, то вы присоединяетесь к этому строю.